СУДЬБА Судьба. Это универсальная категория, которая определяет отношения человека с миром. Древние взгляды на судьбу находим еще в шумерской культуре второго тысячелетия до нашей эры. Они отражали полное бессилие человека перед природой. Это мифологические образы богов, которые управляли жизнью людей. Интерес к существованию такого понятия, как «судьба», не угасает и в наши дни. Приветствую вас на телеканале Alex.ua. Я Ольга Колганова, и это моя судьбоносная реплика в эфире. Поражение, удача, предательство, поддержка, невезение и случай – «Все это предначертано нам свыше или это последствия сделанного нами выбора?» Сотни ученых надеются разгадать тайну судьбы. Интернет-сообщество активно обсуждало невероятный случай. Кардиохирургу Роберту Кинкейду из города Сакраменто предстояло провести операцию на сердце. В ходе беседы доктор узнал, что оперировать ему придется коллегу – врача-акушера, который проработал несколько десятков лет в его родном городе. Возвратившись домой, Кинкейд нашел медицинскую справку о своем рождении, которая была подписана пожилым пациентам, которому и предстояла замена клапана на сердце. Роберт Кинкейд провел успешную операцию и подарил тому, кто 45 лет назад помог появиться ему на свет еще несколько лет активной жизни. Круг замкнулся. Как объяснить такое почти кинематографическое совпадение? Обыкновенной случайностью? Или судьбой, которая искусно переплела жизни двух совершенно разных, но благородных людей в тугой узел? Восточные религиозные течения в этом случае говорят о некоем воздаянии, карме. За добрые дела воздается позитивом и удачей, за дурные – бедами и трудностями. Каждый из нас – часть невероятно сложной системы квантового мира, который постоянно меняется. Наш мир содержит в себе такое количество информации, которое не способен обработать ни один компьютер. Поэтому ученые-физики уверены, представить существование некой системы, которая заранее просчитывает судьбы живых существ на Земле, просто невозможно. Или все-таки возможно? Одной из известнейших предсказательниц 19 века была Шарлотта Киркхоф. О ее способностях шла молва по всему Петербургу, а ее заключениям доверял сам царь. Фрау Киркхоф гадала на картах, читала судьбу по ладони и кофейной гуще. Однажды на сеанс гадалки попал Александр Сергеевич Пушкин с приятелями. Ее предсказаниям он тогда не поверил, как выяснилось позже – зря. Будь поэт чуть более суеверным и внимательным к деталям, его жизнь сложилась бы иначе. Судьба, как отпечаток пальцев, у каждого своя. Не верите? Самой неубиваемой девушкой на планете считается Барбара Роля, живущая в польском городке Калиша. Ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса, потому что она избежала гибели 127 раз. Ее игра со смертью началась в три года, когда Барбара выпала из окна пятого этажа, но благополучно приземлилась на кучу картонных коробок. С тех пор судьба девушку испытывает на прочность. Она выжила в четырех авиакатастрофах и семи автомобильных авариях. Под ней проламывались пол и балкон, тонули катера. В ее присутствии взрывался газ. И это далеко не полный список того, что удалось пережить Барбаре. Ей бы служить в разведке с такой удачей. Барбара в огне не горит и в воде не тонет. А если серьезно, можно по-разному относиться к идее предопределенности событий, которые ждут каждого отдельно взятого человека на жизненном пути. Но нельзя отрицать тот факт, что наша судьба начинает формироваться еще до нашего рождения. Известный нидерландский философ Бенедикт Спиноза считал, что во Вселенной человек является всего лишь пылинкой. И поэтому бессмысленно ожидать, что эта самая пылинка может взять ответственность за развитие хода событий. Есть противоположники фатализма, которые называют себя творцами. Такие люди считают, что нет никакой судьбы. Только они способны все решать, и от них зависит, как именно они проживут жизнь. А вот известный Вадим Зеланд говорит о том, что мы управляем своей реальностью и выбираем тот или иной исход событий самостоятельно. Кто из нас не называл словом «судьба» самые разные события в своей жизни? Каждый вспомнит множество случаев. От пессимистического «значит не судьба», до счастливого «ты моя судьба». Современные ученые и философы предполагают, что есть ключи по управлению судьбой. Какие? Учиться брать ответственность за все события в своей жизни на себя. Не сетовать на многие факторы, мешающие жить, будь то правительство, начальство, условия или обстоятельства. Понять, что необходимо самому человеку. Иначе говоря, найти свое призвание, свой истинный путь, предназначение. По возможности работать над своим мышлением, вслед за которым изменятся и жизненные обстоятельства, и линии судьбы. И тогда мы с легкостью опровергнем утверждение о том, что мы приписываем судьбе все наши несчастья и ни одного нашего успеха. Это была моя последняя реплика на сегодня. Помните, у каждого в руках своя судьба. А мы с вами увидимся на телеканале Алекс ЮА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин